В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Очередной гуманитарный груз отправился в зону проведения специальной военной операции. Самое главное, что это наше тепло, наша любовь, наша благодарность, наш самый низкий поклон всем тем ребятам, всем тем нашим бонослужащим, которые сейчас защищают наше отечество. Дай бог, чтобы все было хорошо. Заасфальтируют в кратчайшие сроки. В Бекрорайоне Государев дом приведут в порядок народные тропы. Вовремя сдадут все обещанные тротуары, народные тропы для безопасного перехода детей. И в Видном у кинотеатра «Искра» возобновила свою работу ярмарка. Мы часто приезжаем в Видное. Нас устраивает отношение покупателей. Все такие адекватные, очень хорошие. Видное Донбасс. Очередной гуманитарный груз отправился в зону проведения специальной военной операции для 42-й мотострелковой дивизии, которую курирует наш муниципалитет. Помощь собирают буквально всем миром. Ежедневно неравнодушные жители, предприниматели, депутаты приносят и привозят товары первой необходимости. Продуктовые наборы, медикаменты и многое-многое другое. Передавай привет командованию 42-й мотострелковой дивизии. Мы продолжаем работать. Мы совместно здесь усилиями терротелы, советы депутатов, жителей. Мы будем помогать. Фронт наш здесь. В многочисленных коробках самое необходимое на фронте. Груз бережно и быстро солдатам доставит местное отделение организации «Боевое братство», которое на протяжении многих месяцев ввозит адресную помощь за линию фронта. Самое дорогое, то, что ждут бойцы, это антидроны ружьев «Гарпия» со всеми полностью комплектом. Эти квадрокоптеры, мавики, то, что были приобретены. Мы это все везем для работы наших ребят. Здесь гуманитарная помощь практически с каждого уголка нашего городского округа. Это, безусловно, все наши неравнодушные жители. Это и, конечно, меценаты, наши коммерсанты, предприниматели. На базе каждого территориального отдела организован пункт сбора помощи, где потом аккумулируется, собственно, все собрано, и потом мы грузим и отправляем. Оказать помощь и внести свой личный вклад может каждый желающий. Самое главное, что это наше тепло, наша любовь, наша благодарность, наш самый низкий поклон всем тем ребятам, всем тем нашим военнослужащим, которые сейчас защищают наше отечество. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Заведующий отделением неодложной помощи в Винновской районной клинической больнице врач-травматолог Рустам Эфендиев недавно вернулся из зоны СВО, куда ездил в составе медицинской бригады Подмосковья. О том, с какими задачами ему пришлось справляться и что заставляет его раз за разом близкую собственной жизнью помогать раненым, узнаем в нашем следующем сюжете. Это была уже пятая по счету командировка в зону боевых действий в составе медицинской бригады из Подмосковья и других регионов страны. Заведующий отделением неотложной помощи в Винновской районной клинической больнице. Кандидат медицинских наук, врач-травматолог Рустам Эфендиев побывал в самых разных горячих точках. В зависимости от степени тяжести, с учетом моего опыта, практически побывал я во всех регионах Новой России, новых регионах, а именно в Запорожской области, Херсонской области, Донецкой и Луганских областях. За это время он успел поработать на передовой медицинским инструктором, проводил диспансеризации для местного населения, курировал работу докторов на местах и оперировал совместно с коллегами. В нами созданы огромный кластер врачей, которые собираются из регионов, естественно, которые являются травматологами, в основном сосудистой хирургии, абдоминальной хирургии, нейрохирургии. Это те, которые работают на передовой, кто оказывает первичную и вторичную помощь. На этот раз Рустам Эфендиев в течение двух месяцев руководил отделением множественных переломов и гнойных осложнений в городе Брянка Луганской области. За это время он вместе с коллегами провел более 700 операций. Эти все травмы, они как бы комплексно, лечатся комплексно, независимо от того, вы какой специалист, я этого не буду, как в гражданской больнице, такая профильная сортировка, так такого нет. Все лежат, всем нужно оказывать, всех нужно перевязывать. Первые дни мы даже сутками, чтобы никого не оставить, пришли 150 пациентов, 40-50 человек, необходимо что? Оперировать. Доктор Эфендиев вместе с коллегами всего в нескольких десятках километров от линии соприкосновения провел одному из пациентов сложнейшую операцию на позвоночнике. Пуля прошла практически через весь организм и чудом не задела жизненно важные органы. Также врач бесплатно принимал и мирное население детей и взрослых и активно участвовал в оказании гуманитарной помощи. На базе нашей Виновской районной клинической больницы организована также гуманитарная помощь бойцам. То есть наши коллеги при выезде непосредственно в командировку также оказывают медицинскую помощь, оказывают помощь гуманитарным бойцам. Есть у Рустама Митагаевича очень пациенты, которые его любят, очень его ждут. Неделю назад Рустам Эфиндиев вернулся в Ленинский городской округ и сразу возобновил прием пациентов в амбулатории Бутова парк. Но при необходимости, говорит доктор, он готов снова отправиться на передовую, спасать жизни. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Микрорайон Государев дом представляет из себя два жилых комплекса, которые разделены улицей Сухановской и небольшим полем под линией электропередач. Именно по этому участку люди проложили народные тропы, которые застройщик обещает, наконец, заасфальтировать. Мы сделаем он как временный. Не знаю, сейчас будем форсировать. Нет, так дело не пойдет. Этот непростой разговор депутата Алены Какоевой и руководителя территориального отдела Видное Расторгуева Татьяны Поляковой с представителем застройщика не первой. Большое поле, которое разделяет две части микрорайона Государев дом, можно преодолеть только по тропинкам. А такое путешествие, например, в ночное время представляет определенную опасность. Скоро 1 сентября и жители рабочего поселка Лопатина и ЖК Видный город обеспокоены отсутствием тротуара, соединяющий детские сады, остановочные пункты и единственную в поселке школу. И мы очень надеемся, что вовремя сдадут все обещанные тротуары, народные тропы для безопасного перехода детей в детские сады и в школу. Действительно отсутствуют и тротуары вдоль дорог, что тоже не лучшим образом сказывается на безопасности пешеходов. Инженер-строитель компании застройщика Алексей Аршенев рассказал депутату и представителю администрации о планах на самое ближайшее будущее. Это у нас седьмой этап уличной дорожной сети, реконструкция Суфановской. Через неделю мы начинаем и на работу у нас где-то 3-4 недели. В рамках вот этого этапа, сейчас Олег Алексеевич подтвердил, мы сделаем вот эти вот рекомендации. О том, что дорожки будут благоустроены, вопрос решенный. Своеобразным камнем преткновения стали сроки выполнения этих работ. В разговоре представитель застройщика подтвердил, в ходе заключительного этапа реконструкции уличной дорожной сети народными тропами займутся в первую очередь. В рамках реконструкции предусмотрено 6 тропинок, сообщающих четную и нечетную сторону для удобства пешеходов. До конца сентября планировали завершить все в полном объеме. А 1 сентября как раз актуально. В сентября, да, постараемся завершить именно пешеходные части, а уже дорожную сеть будем заканчивать чуть позже. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В центре города Видное у кинотеатра «Искра» продолжает работу ярмарка, знакомая многим горожанам. Что предлагает покупателям на этот раз, узнал Дмитрий Книга. Около кинотеатра «Искра» продолжает свою работу ярмарка, на которой можно купить не только продукты питания, но и товары для дома. И, конечно, обновить гардероб. Как обычно, здесь представлены разные элементы одежды. Разновидное количество моделей, как женских, так и мужских. Шорты, брюки, бриджи, все идет в ассортименте. Приходите, будем рады вас ждать. Цены на мужские и женские брюки приятно удивят. Многие продавцы приезжают в Видное не в первый раз и уже имеют постоянных покупателей. Мы часто приезжаем в Видное. Нас устраивает отношение покупателей. Все такие адекватные, очень хорошие, нежадные. При желании к новой одежде покупательница подберут модный аксессуар в качестве украшения. Бусы, перстни, броши, браслеты. У нас серебро, натуральные камни, армянские изделия, турецкие штани, кофты, авторские полто, платья, куртки, куртки Турция, Италия. Кроме иностранных товаров есть и российские, например, тамбовский трикотаж. Ночные рубашки очень хорошие, никакой синтетики, полистера у нас нет. Люди любят очень нашу продукцию. Все продукты питания, выставленные на продажу, свежие, высокого качества. Цены отличаются от магазинных. В основном здесь представлена домашняя продукция. Популярностью пользуются белорусские колбасы. Есть очень много сыровяленых колбас, которые киндюк, вот, например, разные, рублевская, новая, минская. Все колбасы натуральные, очень вкусные. Также рекламирую всем нашу колбасочку молодечная, белорусская, оливерная, чайная, оливерная колбаса. Это тоже очень вкусные колбасы, хорошая доступная цена и натуральнейший вкус. Естественно, в летний сезон все стараются употреблять в пищу как можно больше овощей и фруктов. У нас сейчас своя домашняя картошка молодая, огурцы, помидоры, облепиха, вишня, все ягоды наши домашние. Остальные крымские идут, персики, дикторины, абрикосы. Все вкусное, все нас знают, все ждут. К чаю на ярмарке всегда большой выбор сладостей от Азовской кондитерской фабрики. Каждый найдет себе что-то по вкусу. Это наши знаменитые халва, пастила, мармелад, рахат-лукумчики, качественная продукция, очень вкусная, покупатели любят. Также в качестве альтернативы сладостям можно купить мед разных сортов. Каждый из них обладает целебными свойствами. Ну, липоклассическая, стандартная, простуденные заболевания, вирусные заболевания. Ну и так для иммунитета. Тем более, вчера был медовый спас, сейчас неделя медового спаса. Так что приглашаем вас, покупателей, за медом. Особый интерес вызовет алтайское паровое варенье, которое готовится по специальной рецептуре. Это принципиально отличается от варенья тем, что все витаминки находятся внутри ягоды. И самое главное, мы не используем сахар. Мы используем яблочный пектин. Обращаем внимание, что ярмарка будет работать до конца недели. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok